Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас любительский обзор Samsung Galaxy A3 2016 года. Сразу же скажу, что... Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас на обзоре Samsung Galaxy A3 2016 года. Собственно, в чём особенность? Особенность в том, что обзор этот будет сегодня просто любительский. Я расскажу свою точку зрения. Не буду проводить какие-то тесты всевозможные, множество тысяч тестов. Просто свою точку зрения. Итак, поехали! Собственно, прежде всего, коробка уже открыта. Прошу прощения, не смог так же упаковать. Сам телефон европейский. Вот такая вот у него зарядочка. И производитель вместе предоставил вот такой вот переходить на нашу розетку. Собственно, ну, открыты уже наушники, да. И про них я чуть поговорю не микро-USB и провод. Ну, сама, собственно, зарядку вот я её показал. Значит, европейский дешевле на 2-3 тысячи, чем официальный, да. Но гарантию имеет только там, где покупался, это в Питере. И имеет от поставщика, ну, то есть продавца, кто продал. Там год гарантии. У них есть свой сервисный центр. А так бы, если официальный, покупайте, то у вас по всей России там гарантия в любой городе. Официальная от Самсунга. Я не знаю, сколько по времени. Так, представим к телефону, собственно, за что куплен. Это внешний вид, стекло сзади, стекло спереди. Вроде как это Gorilla Glass 3. Собственно, кстати, забыл сказать, что в комплекте ещё идёт вот такая вот скрепочка. И если вот достать отсюда, то там можно вставить либо microUSB и nanoSIM, либо две nanoSIM-ки поставить. Вот, собственно... Ой, не microUSB, а microSD, прошу прощения. Либо nanoSIM и microSD. Либо две nanoSIM-карты. Собственно, так, что вот, если у кого-то обычные карты, да, наносим, это просто чип в сим-карте. Обычный чип просто вырезанный. Итак, ну что ж, прежде всего, конечно, внешний вид. Вернусь, сзади стекло. На мой взгляд, это самое удачное. Вот телефон очень тонкий. И особенность в том, что у него вот стекло очень такое скруглённое. Вот здесь вот. Здесь, я думаю, на камеру это вообще не будет видно. Ну, оно так называемое 2.5D стекло. Не 3D, да? Ну, 2.5D. Оно по краям скруглено и очень приятно прилегает к корпусу. И поэтому, когда вот так проводишь здесь, вот здесь, вот здесь, приятно очень ощущать вот это вот скругление по краям. И сзади тоже такое скругление. И поэтому, когда держишь телефон, такое ощущение, ну, не знаю, luxury, что что-то очень дорогое. По-моему, такой телефон из последней линейки A7, да. Ну, и, собственно, похож он на, что тут скрывать, на Apple 6, iPhone 6, собственно. Что тут скрывать? Думаю, Samsung и сами знают, с кого они пытались. Ну, они делали это достойно, даже со своим, со своим взглядом на данный телефон, со своим, значит. Собственно, прежде всего, наверное, всех интересует камера. Кстати, ходил я, сравнивал с другими камерами. О, тут, кстати, стоит камера, которая передняя. Меня увидели. Так, ну, камера, что я хочу сказать. Вот, видели сами, наводятся. Так, давайте что-нибудь фотографируем. Ну, опять же говорю, это любительский обзор. Тут ни на что не претендую. Поэтому, как вам сказать. Собственно, что вижу, то и пою. Ну, на мой взгляд, фотография, ну, вот, если вблизи что-то фотографировать, ну, достаточно солидно. Солидно сделанная. Ну, опять же, я не профессионал в фотоаппаратах. Видео я тоже, наверное, вывешу, да, сделанное с этого телефона. Кстати, включилась камера вот сама. Наверное, в настройках это есть. И, собственно, выложу тоже вот это видео, чтобы было по чесноку. Чтобы вы могли оценить. Значит, дальше. Собственно, здесь две кнопки. Вот, лично у меня в андроиде Fly IQ 4410 там было по-другому. Здесь все приложения. Это слева вот эта кнопочка. Назад вот справа, ну, как и у всех. Но вот все приложения у меня было, надо было зажать кнопку Home. И тогда только открывали все приложения. Теперь раз. Вот. Ну, и давайте сразу же, раз уж начали, давайте по тестам. Тесты, которые уже готовы. Так, это что? Ага, так, это Antutu Benchmark. 28429. Ну, я не знаю. Это вроде, можно сказать, неплохие результаты, да. Естественно, технические характеристики можно посмотреть в интернете. Значит, может я сейчас их попозже чуть-чуть скажу. Так, это был Antutu Benchmark. Теперь заходим. Так, камеру пока закроем. Так, телефон тоже. Настройки. Бенчмарк третий. Значит, так. То есть, бросил, да? То есть, я так долго делал, ну, не так долго. Сейчас такая пауза, чтобы вы видели. Сейчас, секунду. Итак, вот результаты одного ядра и всех четырех ядер. Информация. Операционная система Android 6.0.1. Кстати, тут была 5.0. Это она недавно сама обновилась. Тут было... Значит, спросили обновляться до 6.0, да? Вот. Модель, собственно. Motherboard даже указывается. Смотрите, далее. Вот и, значит, техническим характеристикам теперь. Давайте поговорим про технические характеристики, раз уж на то пошло. Ну, и можете читать, что процессор тут... А, ARM. Тут, please, Enter. 65. Архитектур 8. Variant 0. Part 33.1. Наверное, сейчас все упали в обморок от моего акцента. И то, что я вообще начитал. Implementer. Так. Значит, в чем... Особенно, что... Memory всего лишь 1.1.3 ГБ. То есть, оперативная память тут 1.5 ГБ. Вот, далее. Вся информация здесь. 4 ядра. Вот. Причем, видите, для каждого ядра тут свои... Значит, 240 МБ в секунду, да? 903 МБ в секунду и так далее. Ну, далее. Я не знаю, что это идет, поэтому не буду... Не буду ничего комментировать. Вот. Но вернусь опять к самым интересным техническим характеристикам. Интересно, что тут Motherboard, да? Показано, что точно называется Build. Какой, да? Точное название операционной системы, процессора. Ну, и, как видите, тактовая частота, ARM, Samsung, 1.5 ГГц. 4-ядерный процессор. Я думаю, такой процессор был очень даже крут, скажем, лет 7 назад. Если бы он стал на стационарном ПК. Ну, ладно. Не буду останавливаться здесь. GPU. Вот тут GPU Mali T720. Memory 1.3, что, на мой взгляд, кстати, является минусом. Вот. Про Battery. Ну, давайте еще Run Battery Test. Ладно, не будем. Я вырежу. Ну, что ж, давайте смотрим следующие тесты. 3DMark. Я не знаю, скинутся ли опять тест. Вот сейчас. Сейчас он загружается. Скинутся ли результаты теста. Так. Test Details. Так. Да, по-моему, они скинулись. Benchmarks. Собственно, вот этот я установил. Ну, что ж. Давайте тогда посмотрим заодно, как... То есть, это раз ужин. Скинулась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok